Над Казанью нависло ядерное облако. Мы знаем, как сделать экологию чище. Как работает кондиционер. Всем привет! В эфире Универ-Ньюс, а в студии Маргарита Михайлова. В глубом зале Казанского федерального университета прошло рабочее совещание по подготовке и проведению международных мероприятий. Заседанием принимали участие от Илья Минулина, руководителя агентства инновационного развития Республики Татарстан, проректор по внешним связям Казанского федерального университета Тимирхан Алишев и проректор по вопросам экономического и стратегического развития Казанского университета Марат Сафиуллин. 7-8 сентября будет российский китайский большой форум, который мы в этот год организуем впервые. Надеемся, что они станут ежегодным. И с учетом количества китайских студентов, партнерских отношений федерального университета с китайскими вузами, это мероприятие также будет достаточно интересным в линейке международных ежегодных событий нашей республики. Сыграет ключевую роль в развитии отношений с азиатским миром. Совсем недавно жители города Казань напугало загадочное облако в форме гриба, повисшее на небе в районе оргсинтеза. В причинах этого явления разбиралась наш корреспондент. Последний месяц лет и начался не очень солнечно. Сотни очевидцев сообщили в социальных сетях, что в воздух поднялось что-то похожее на грибовидное облако, возникающее после ядерного взрыва. Многие люди посчитали это признаком катастрофы, а некоторые оказались чуть более оптимистичными и рискнули предположить, что облако образовалось в результате пожара. В интернете сразу же появились сотни фотографий и видео этого тревожного и в то же время красивого явления. Грибовидное облако в Казани появилось вечером, когда солнце уже начало садиться. На фоне городских домов оно выглядело как что-то огромное и даже представляющее опасность. Из фильмов и статей в интернете люди прекрасно знают, как выглядит ядерный гриб, поэтому у многих такое зрелище вызвало тревогу. Ехал по трассе и решил поднять голову, посмотреть на происходящую обстановку. Поднимая глаза, вижу облако, которое по форме напоминает то, что можно увидеть во время ядерного взрыва. Это для меня показалось достаточно тревожно и очень необычно. К счастью, опасения были напрасными. Метеорологи объяснили, что это всего лишь облако необычной формы. Особый вид кучево-дождевого облака, которое поднимается на высоту около 12-15 километров, а затем начинает расплываться. Как оказалось, теплый и влажный воздух над землей формирует сильный поток, который пробивает термоклин между ним и сухим и холодным слоем атмосферы. В холодном слое происходит конденсация паров снег, дождевые капли или град, которые затем выпадают в остывающем восходящем потоке. Кроме того, выяснилось, что в среду на пяти автоматических станциях, контролирующих загрязнение атмосферного воздуха в Казани, не зафиксировали превышение допустимого количества загрязняющих веществ. Такие грибовидные облака могут также образоваться над водохранилищами, озерами или другими большими испарителями. При стиле и незначительном сдвиге ветра испаряемая влага вполне может достигать даже стратосферы. А это размер от 8 до 10 километров. Это один из видов облаков вертикального развития, конвективной облачности, один из видов кучевых облаков. Возможно, одной из причин появления подобного рода облаков являются какие-то мощные источники тепла, такие как лесные пожары. В таком случае такие облака называют гирокучевыми. В то же время, исходя из того, что крупных каких-то очагов пожаров не регистрировалось в республике, наиболее вероятно, что это облако возникло от какого-то локального испарителя, которым мог стать, например, пруд или озеро, или просто акватория водохранилища. Сейчас Казань находится под влиянием малоградиентного барического поля. И наблюдается штиль. А значит, есть большая вероятность снова увидеть это необычное облако. Елизавета Газизянова, Ленаргий Затулин, Универньюз. Накануне на набережной реки Казанка состоялась дискуссия в рамках лаборатории горожанин-ученый. В этот раз площадка объединила неравнодушных жителей столицы Татарстана и представителей крупных компаний. Как прошла дискуссия о развитии экологичного бизнеса, расскажем далее. Жить так, чтобы не стать причиной ухудшения экологической обстановки, сложно. Ведь мы зачастую даже не осознаем, что вредим нашей планете. Взять хотя бы пластик. Правильно его утилизируют единицы. Наша планета с его появлением начала буквально зарастать им. А мы напомним, в естественных условиях пластик разлагается более 400 лет. Решить хотя бы часть экологических проблем можно при осознанном подходе к ним. Уже второй год спикеры лаборатории горожанин-ученый делятся с жителями столицы Татарстана своими знаниями и учат их бережному отношению к окружающей среде. С точки зрения проведения совместных мероприятий горожанин-ученый, это одно из наиболее конструктивных и позитивных мероприятий, которое охватывает в нынешний летний период довольно-таки большое количество и молодых, и взрослых горожан. Конечно же, мы приготовили целый ряд предложений, которые будут посвящены улучшению непосредственно взаимодействия гражданского общества, природоохранных структур и мэрии города непосредственно в деятельности, поддерживающей охрану природы у нас в регионе. Накануне в рамках работы лаборатории горожанин-ученый состоялась дискуссия о развитии экологичного бизнеса. Участие в ней приняли представители крупных компаний, таких как Донофлекс, производители пластиковых упаковок, торгового центра «Мега» и «Тасига Казан Пелос». Радостно, что очень много людей сегодня тоже пришлось. Каждый год приходит все больше компаний и приходят сами к нам в рамках вопроса, чем вам помочь, что еще можно совместного поделать, какие движухи совместно организовать. Это классно. Мы очень рады, мы привлекаем всех, мы приглашаем всех. Приходите. Участники мероприятия узнали, как связаны экология и производство. Помимо этого, спикеры рассказали им, что такое принципы устойчивого развития в бизнесе. Участники дискуссии отметили, что диалог с представителями компаний может помочь справиться с некоторыми текущими проблемами, а их немало. О проблемах с окружающей средой, да, они есть. Вот далеко ходить не надо, например, за парком Победы. У нас канализация. Без экспертизы участок лишился охранного статуса. И, конечно же, сливов очень много. И на Казанке очень много сливов. И вне Казанке очень много сливов. Это, конечно, сказывается очень противно даже прикасаться к этой природе, хотя там очень много интересных животных и растений. Обитает, произрастает, да. В рамках мероприятия участники также смогли обсудить с представителями компаний свои идеи полезных объектов. Авторы лучших предложений получили призы от партнеров проекта, а также деньги на их реализацию. Люди живут рядом и не осознают, насколько участок рядом с их домом богат и истории, и культуры, и природы, и как важно это сохранять. Потому что это касается лично каждого в конечном итоге. Напомним, что работа лаборатории «Горожанин-ученый» началась 6 июля. Организаторами проекта выступила стратегия развития Казанки. Завершающее мероприятие запланировано на 6 августа. Маргарита Михайлова, Фарид Захитаглы. Универньюс. На дворе лето, а это значит, что пришла пора жары и духоты, от которых нас берегут кондиционеры. Но как же работает это чудо, которое спасает нас в теплое время года? О принципе работы кондиционеров расскажем далее в сюжете. Существует множество стереотипов и предубеждений, связанных с использованием кондиционеров. Большинство из них сводится к тому, что сплит-системы вредны для здоровья человека. Но что такое кондиционер? Если говорить простым языком, то это устройство для поддержания оптимальных климатических условий в помещениях. Помимо этого, сплит-система предназначена для очистки воздуха от нежелательных частиц, а также для снижения или повышения температуры воздуха. Кондиционер или любая холодильная машина представляет собой элементарный трансформатор теплоты. Трансформатор теплоты, который направлен на охлаждение какой-либо среды. Обратное действие – это тепловой насос. Сам кондиционер разделен на две части. Внешнюю, которая находится на улице, и внутреннюю, которую мы привыкли видеть в помещениях. Между двумя частями кондиционера зациклен процесс протекания халогента или фреона. Это рабочее вещество имеет такую температуру кипения, при которой происходит давление с атмосферой. С учетом разницы температуры в комнате, халогенты испаряются. Если же температура кипения достигает порядка 30 градусов, то происходит конденсация. Состоит из четырех принципиальных частей. Это компрессор, из которого, скажем так, начинается путь хладагента. В этом компрессоре хладагент сжимается, поступает в таком виде в внешнюю часть. Хладагент поступает в газообразном состоянии при комнатной температуре и давлении 1 атмосфера. В компрессоре хладагент сжимается, нагревается до температуры где-то градусов 8-90 и давление, собственно, около 30 атмосфер. Поступает в таком виде в внешнюю часть, находится радиатор. И в этой внешней части кондиционера хладагент конденсируется, собственно, да, потому что он охлаждается уже от 80 градусов до уличной температуры. Это теплообменник, ну или просто теплообменник, который называется конденсатором, где за счет отвода теплоты наружу, или промежуточному теплоносителю, происходит охлаждение паров вот этого хладагента. За счет охлаждения, естественно, он конденсируется и превращается в жидкость. Но, естественно, он превращается в жидкость, опять же, с частическим паром, потому что процесс у нас не идеальный. Но давление при этом не меняется. И вот теперь, чтобы вернуться к исходному циклу, нам необходимо понизить давление. Далее хладагент попадает в дроссель, тонкие капилляры, за счет которых происходит снижение давления. После чего фреон попадает во внутреннюю часть кондиционера при давлении одной атмосферы. В завершении после дросселя хладагент вновь попадает во внутреннюю часть сплит-системы. Через эту внутреннюю часть продувается воздух из комнаты. Из помещения поступает теплый воздух, который обдувает часть кондиционера. В ней хладагент испаряется и поглощает тепло. Именно за счет этого и снижается температура. Иными словами, идет такой постоянный воздухообмен. Воздух из комнаты протекает через кондиционер, охлаждается за счет взаимодействия с фреоном. Нагретый воздухом из комнаты фреон перетекает во внешнюю часть кондиционера на улице. У нас он испаряется, на улице он конденсируется и, соответственно, отдает тепло окружающей среде. Вот таким образом и работает кондиционер. Процесс охлаждения хладагента, там стоит вентилятор мощный. Вот выносной блок, который на стенке вешается, это на самом деле вентилятор. Весь процесс охлаждения воздуха помещения осуществляется на внутреннем блоке. Отметим, что современные кондиционеры работают не только на охлаждении помещения, а также на то, чтобы согреть пространство или осушить воздух. Все эти режимы работы основаны на тех же эффектах. Адалина Абдрахманова, Александр Кузнецов, Универниус. Какие раритеты хранятся в научной библиотеке Николая Лобачевского Казанского университета, расскажет Амир Ахтямов. Андрей Брей – художник, график и иллюстратор. Его работы встречаются во многих стихотворениях и сказках. Особую любовь аудиторию он получил благодаря своему уникальному стилю рисования. Родился и жил в Москве. Занимался литографией, живописью, маслом. Первые рисунки Брея были напечатаны в журнале «Всемирная иллюстрация». Затем он печатался в журналах «Комсомолец», «Прожектор», «Красная Нива». Сотрудничал также в журналах «Пионер» и «Мурзилка». Более 50 лет он иллюстрировал книги для московских издательств «Молодая гвардия» и «Детский мир». Научная библиотека Николая Лобачевского предоставила нам сборник стихов и рассказов Андрея Брея. Эта книга выпускалась в Москве в 1939 году издательством детской литературы. Стоит отметить, что в этой книге мы встречаемся не только со стихами, но и с иллюстрациями великого художника. В сборник вошли самые лучшие новогодние стихи и зимние сказки. Они рассчитаны для детей дошкольного и младшего школьного возраста. Книга поможет родителям и воспитателям организовать и провести веселые детские праздники. Его книжки добры, талантливы и изящны. Он начал печататься, будучи еще молодым, а в 25 лет он уже приобретает известность. Молодой художник Андрей Брей выделяется блестящим рисунком, лаконичным и острым. Ему под силу и меткая социальная сатира, и нежная лирика. Кроме того, он великолепный анималист. Своему успеху отчасти молодой художник обязан Владимиру Маяковскому, написавшему к рисунку Брея большое стихотворение, которое называется «Московский Китай». Более 50 лет Андрей Брей иллюстрировал детские книжки, делал рисунки к рассказам о революции и гражданской войне, иллюстрировал книжку о полярных путешествиях, а также рисовал насекомых для книг знаменитых ученых. Амир Ахтямов, Универньюз. В Казанском федеральном университете прошел семинар, посвященный молодежному жилищному конкурсу Республики Татарстан для получения жилья по программе социальной ипотеки. Специальная государственная программа социальной ипотеки направлена на улучшение жилищных условий молодежи, молодых ученых и специалистов в сфере работы с молодежью образовательных организаций Республики Татарстан. В конкурсе могут принять участие студенты, аспиранты и сотрудники Казанского федерального университета. Подробнее об условиях конкурса, критериях отбора и перечне необходимых документов можно узнать в группе «Молодежный жилищный конкурс Республики Татарстан ВКонтакте». На этом все. В студии была Маргарита Михайлова. Сюжеты из выпуска ты сможешь найти в наших социальных сетях, а также на сайте телеканала. До новых встреч! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова